Перец, чеснок кладется туда, между рисом и морковью. Это у нас изюм. И когда через минут 40-45 минут уже, как бы сказать, морковь готова, мы сверху даем рис. Но, когда даем рис сверху, мы ложим вот это между морковью и рисом. Да, посмотрите. Это нут, нут моченный, заранее мочится. Специи дается, это не дается. Это у них такая приправа есть. И сверху дается рис. Смотрите, мы положили рис. Следующий процесс, сюда днем кипяченую воду. И сколько? Вот смотрите, на глаз сантиметр-полтора должно выйти с риса. Как я вам сегодня говорю, помните, больше сантиметра с риса. Вот то же самое, естественно, вот она здесь налила. Чуть-чуть можно добавить все. Теперь добавляем газ. Соль. Соль. Само главное. Соль. 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 Ну да, лучше стоило все. С цивилию хлопкой это прошлогодний. Смотрите, цивилию туда положили, правильно? Скажу, что положили. Если бы мы сейчас туда узнадем, то он расплавился на весь казан. Сам интерес, чтобы он вот так стоял, как есть. Ну да, а тогда вы не понимаете его выкидывать? Нет, мы когда вынимаем его, он уже, смотрите, мягкий становится, как крем. Ну да, это понятно. Вот таким образом он это кушает, в не жестком виде. А кожура где? А? А кожура едет. Кожура вот так открывается, кожура вы брать, и внутренне сейчас кушается. Венекарь, я вам, типа, как нам, вот так, вот, движено, внизу. Он впитывается именно, вот этот чеснок. И когда плов готовый, вот сейчас посмотрите, то есть его вынимают, и так по отдельности, по одному чистят и едят. Он мягкий, как крем становится. А куда его уходите? А, вот. А-а-а. Видите это? Нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...